МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О событиях Великой Отечественной. В Саровчине написали первый диктант Победы. Лучшая школа для особенных детей. Девятый интернат стал лауреатом всероссийского педагогического конкурса. Безграничные возможности. Параолимпиад Сергей Бурлагов ответил на вопросы жителей города. Далее расскажем обо всем подробно. Любое, даже самое минимальное возгорание в лесном массиве может привести к печальным последствиям. Сухая трава и ветки воспламеняются в считанные минуты. Именно поэтому после того, как с территории лесопарковых зон полностью сходят талые воды, устанавливается особый противопожарный режим. Жителям рекомендую воздержаться от разведения костров, проведения каких-либо пожароопасных работ, запускания всевозможных каких-то летательных аппаратов, связанных с огнем. Лесные пожары бывают двух типов. Низовые, когда загорается сухая трава и подлесок, небольшие кустарники и маленькие деревья. Справиться с таким пожаром значительно проще, чем с верховым. Последний опасен своим распространением на соседние кроны сухих или хвойных деревьев. Их раздувает очень сильный ветер. Они бывают в ветреную погоду. И, соответственно, в четвертый, опять же, и пятый класс пожарной опасности, который устанавливают в лесах. Полный запрет на посещение лесов наступит, если спасатели установят четвертый или пятый класс пожароопасности. Несмотря на то, что до знойных засушливых летних дней еще далеко рекомендуется не бросать в лесу или на обочине дорог окурки. И помнить о правилах пожарной безопасности, находясь на дачных участках. А именно убирать от сухой травы, валежника. И все это делать в весенне-летний период до наступления сухой жаркой погоды. В период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил посещения лесов увеличиваются вдвое. Административная ответственность варьируется от 2 до 4 тысяч рублей. Дарят Соборыгин, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Лето не за горами, и пришло время подготовить пляжи и места массового отдыха к новому сезону. Сейчас определяется подрядчик, который будет нести ответственность за работу медицинских постов, водолазные обследования, дна водоемов и другие мероприятия по содержанию и обслуживанию зоны отдыха. Принимать пляжи на протяжке и пруду Боровом будет специальная комиссия. Однако уровень воды в реках и озерах заметно понизился. И это может сказаться на открытии в городе купального сезона. Администрация техническими никакими средствами ни через задвижки, ни через затворы воду сейчас не сбрасывает и не сбрасывала. В этом году из-за сложной ситуации отменено постановление о понижении уровня воды в связи с весенними паводками. Сейчас затворы плотины закрыты. По словам специалистов ДГХ, уровень воды в городских реках и озерах понизился еще летом прошлого года. Было очень сухое лето. В этом году был маленький снегозапас. Предварительный осмотр, когда мы поехали в конце марта, там, конечно, уровень был очень низкий. Также был недостаточный запас воды в прудах филипповских. Комиссия по приемке гидротехнических сооружений прошла в конце марта. В ней принимали участие представители ГОЧС, специалисты администрации и эксплуатирующие организации. В прошлом году на ГТС городском меняли затвор. Сегодня выяснилось, что для нормальной работы гидротехнического сооружения необходимы дополнительные ремонтные работы. Выявилось, что там неровное дно в процессе эксплуатации выявилось. И теперь мы планируем дополнительные работы, чтобы предотвратить утечку из озера, из пруда. Специалисты считают, что ситуации с уровнем воды в реках и озерах города могут спасти осадки и устранение неполадок в работе затвора на плотине. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Взмах жезла инспектора ДПС и автомобиль подъезжает к обочине. Но к открытому окну машины подходят не сотрудники госавтоинспекции, а участники военно-исторического клуба разведчик. Накануне праздника Великой Победы они проводят совместную с ГИБДД акцию. Дмитрий Сёгин участвует в таких проектах не в первый раз. Как командир отделения он ведет за собой небольшой отряд. Рассказывает водителям о причине остановки, а его друзья вручают автомобилистам георгиевскую ленточку и листовки с напоминанием правил безопасного вождения. Некоторые, конечно, не ожидали, что их остановят в этом месте. Сначала, может, немножко шокированы, а потом улыбаются, в ответ поздравляют нас с праздником и радуются. Флайеры с призывом сохранить жизнь раздавали водителям в рамках проекта «Неделя безопасности дорожного движения», который проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Началась глобальная неделя безопасности дорожного движения. Пятая глобальная неделя проводится во всем мире. И в ходе акции «Георгиевская ленточка» мы, конечно, напомним водителям о том, что здесь нужно соблюдать правила дорожного движения. Акция «Георгиевская ленточка» на дорогах нашего города уже давно стала традиционной. Водители охотно берут символы победы, а наклейки стараются сразу приклеить на заднее стекло своего автомобиля. Елена Грискова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. Ученик второй гимназии Михаил Шевцов не боится людей в белых халатах и в будущем мечтает стать врачом. Миша родился в семье медиков и с самого детства знает все о работе стоматологов, педиатров, хирургов и других врачей узких специальностей. Рассказ Михаила Шевцова о своей медицинской династии занял на конкурсе первое место. Сам мальчик для себя твердо решил, что когда вырастет, станет хирургом. Потому что это как раз таки мужская профессия. Потому что девушки обычно боятся крови. Она помогает сделать людям жизнь лучше и сделать их счастливее. На конкурс «История о людях в белых халатах» прислали 134 рассказа. Победители выбирали в шести номинациях. Самые юные пациенты написали 10 историй. Организаторы надеются, что конкурс о людях в белых халатах станет традиционным. Чтобы этот материал печатался в нашей прессе, печатался в городской прессе. И чтобы люди знали о тех, кто работает круглосуточно, 365 дней в году, без праздников, без выходных. И отдает все силы для того, чтобы спасать, лечить, помогать жителям города. Организаторы конкурса учредили приз главного врача. Почетные грамоты клинической больницы за высокие профессиональные заслуги вручили троим медикам. Лучшие рассказы будут опубликованы в книге, которую подарят участникам конкурса «Ко дню медицинского работника». Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Роман Зорькин – один из самых ярких и востребованных исполнителей и гитаристов в России. Музыкант владеет разными музыкальными стилями и жанрами от классики до современной музыки. В его репертуаре можно услышать специфические приемы бразильской народной музыки, аргентинского танго, а также русские романсы и джазовую импровизацию. На концерте в детской школе искусств номер два Роман Зорькин представил на суд зрителей свои собственные аранжировки. Каждый раз, приезжая в детскую школу искусств номер два, Роман Зорькин проводит для юных гитаристов открытые уроки и мастер-классы. Ему есть чем поделиться с юными талантами. Музыкант неоднократно выступал на лучших концертных площадках России, Бельгии, Австрии, Германии, Швейцарии, Голландии и других стран. И становился победителем и лауреатом международных конкурсов. Сейчас из-за большого увлечения всякими гаджетами и прочими приборами виртуальными, мне кажется, все-таки важно, пока еще есть возможность, держать связь с помощью музыки. Роман Зорькин преподает класс гитары в Московском областном базовом музыкальном колледже имени Скрябина. В этот раз он привез с собой талантливых учеников, которые в этом году заканчивают колледж и рассматривают Саровскую школу искусств как место будущей работы. Я заканчиваю училище и, соответственно, нужно искать пути, куда дальше. Ну и вот один из вариантов – это Саров. Хороший город, хорошая школа, хороший опыт работы со специалистами. В ближайших творческих планах музыканта записать альбом, в котором он представит новые звучания известных мелодий. Ирина Вишегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Юные вокалисты исполнили песни, которые стали для ветеранов любимыми много лет назад. На фронтах войны народные песни напоминали им о родном доме. В тылу помогали дождаться любимых с передовой. Убеленные сединой бабушки и дедушки любовались юностью и задором начинающих артистов, самой младшей из которых было всего шесть лет. Традиционный праздник для ветеранов войны и дружеников тыла, первого и второго микрорайонов прошел на базе Центра социального обслуживания. Идейным вдохновителем торжественных мероприятий стали председатели Совета ветеранов и депутат Петр Смирнов. По словам Людмилы Михайловны, готовиться начали месяц назад. Провели большую работу, чтобы пришли ветераны, потому что им очень тяжело ходить. К сожалению, люди стареют. Петр Смирнов поздравил ветеранов с наступающим праздником и поблагодарил их за мужество и самоотверженность на фронте. Доблестный труд в тылу. И вручил участнику Великой Отечественной войны Григорию Григорьевичу Афонину цветы и подарок. Ваша задача, ну и наша тоже в том числе, это передача этой памяти, воспитание наших внуков, детей. Дело в том, что 9 мая мы соберемся со своими семьями и важно, чтобы каждый из нас помнил, ради чего наши деды и прадеды шли на войну. Тем, кто не смог прийти на концерт, подарки вручат на дому 9 мая. Также ветераны примут участие в торжественном митинге на площади и параде. По словам Людмилы Михайловны, члены Совета ветеранов микрорайона охотно участвуют в мероприятиях и сами предлагают различные идеи. У нас очень хороший сам по себе совет ветеранов. 8 человек, все молодцы, мгновенно откликаются, никаких трений, никаких, все делают с удовольствием. Концертную программу накануне Дня Победы им помогают готовить творческие коллективы города. В этом году гостями праздника стали воспитанники Центра внешкольной работы. Подопечные Людмилы Корпушовой из ансамбля «Забава» исполнили для ветеранов русские народные песни и любимые композиции военных лет. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Саша Шадрина на пионерскую линейку в сквер 40-летия Победы пришла впервые. Девочка рассказывает, что давно мечтала повязать красный галстук. Для нее пионер – не просто звание, это ответственность и готовность проявить себя в любой ситуации. Я хочу быть хорошим пионером, помогать бабушкам и дедушкам. Я хочу, чтобы на земле было лучше. Когда есть пионеры, то мир становится немного лучше. В этом году в Сарове пионерские дружины пополнят более 800 третиклассников из 13 детских и пионерских организаций, входящих в Союз «Сияющие звезды». С праздников школьников поздравили представители Департамента образования, Ядерного центра, ветеранских организаций и депутаты Городской думы. Я желаю вам сделать самое главное в жизни открытие – это открытие своего сердца добрым поступком и заботе о тех людях, которые всегда присутствуют рядом с вами. Мы от ветеранов поздравляем вас с этим праздником замечательным. Вас он запомнит на всю жизнь. Вы своими дружинами сейчас вливаетесь в мощную нашу детскую организацию «Создатели звезд». Я вас поздравляю с этим праздником. После торжественной линейки все ребята отправились на экскурсию в Музей ядерного оружия. 17 мая новоиспеченные пионеры встретят рассвет на лыжной базе. А уже вечером всех третиклассик ждет большой праздничный концерт, который пройдет на площади около Дворца детского творчества. Ирина Вышогородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Организаторы дали полную свободу полета для фантазии юных художников и предложили выполнить работу на конкурс в различных техниках. Рисунки о Великой Отечественной войне и долгожданной победе ребята делали гуашью, акварелью и цветными карандашами. Ученица 10-й школы Валерия Морозова сделала свою работу в технике выжигания по дереву. Это картина о Зое. Спасибо Зое за победу. В ней я показала то, какой мир стал после ее жертвы и ее победы, то, что она сделала для народа. Чтобы мы, дети, не забывали, за что погибли наши прадеды, дяди, за то, что они нам дали победу, и то, что мир, в котором мы сейчас живем. Воспитанница клуба по месту жительства Центра внешкольной работы Ульяна Гуськова никогда не училась в художественной школе, но с детства любила рисовать. Сегодня Ульяна участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и победитель 8-го городского конкурса, посвященного 9 мая. Идея мне понравилась то, что как мужчина стоит сначала на войне, а потом после войны, что было. Я хотела взять эту идею, потому что война – это страшно как-то для людей, для всего народа. Конкурс «Я рисую победу» направлен на развитие художественных способностей и раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения. Но главная цель, как считают организаторы, совершенно в другом. Только тот народ, который не теряет память, имеет право на существование, имеет право на будущее. Если мы все это забудем, то не будет у нас будущего. Лучшие работы по итогам конкурса появятся на выставке, посвященной 9 мая. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей СОРОВ, 24. Диплом и медаль лучшей школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, как признание заслуг педагогического коллектива и успехов учеников. На Всероссийском конкурсе директор интерната обобщил работу своих сотрудников за несколько лет и представил жюри дипломы воспитанников, которые активно участвуют в различных конкурсах. Наш опыт, опыт школ, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказался полезным тем, кто только начинает работать с такими детками в рамках инклюзивного образования. Завершился конкурс с Российским педагогическим съездом. В рамках этого форума педагоги получили возможность обменяться опытом с коллегами из разных регионов страны, перенять новаторские идеи обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Первый день у нас состоялась конференция, во второй день у нас были выездные мероприятия в образовательной организации Санкт-Петербурга, затем проводилась работа круглых столов и мастер-классы также. Ольга Воронина считает, что высокая награда – не повод почивать на лаврах. Звание лучшей школы досталось благодаря ежедневному труду всего коллектива – профессионализму учителей, талантам учеников. Каждый из них вкладывает частичку своих знаний и умений в общее дело. Мы будем стараться участвовать в конкурсах, развиваться дальше. Также будем обеспечивать нашим детям доступное, качественное, вариативное образование в условиях комфортной и безопасной образовательной среды. А это значит, что учителя будут работать над новыми педагогическими программами, которые позволят проявить творческие способности своих подопечных, улучшат образовательный и воспитательный процесс для особенных детей. Для Ногрецкого Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Однажды жизнь Сергея Бурлакова разделилась на «до» и «после». Из-за тяжелой аварии, которая произошла в армии, Сергей стал инвалидом. Но он нашел в себе силы и начал новую жизнь. Сергей занялся плаванием, пулевой стрельбой, легкой атлетикой и получил звание мастера спорта. И за дня в день Сергей Бурлаков доказывает, что ограниченные возможности здоровья – это не приговор. «Приглашайте этих ребят, пусть они на колясках, на электроколясках проедут рядом со всеми. Это же классно, это же круто. И еще неизвестно, кто кому больше поможет. Если когда-либо с кем-то, не дай бог, что-то плохое произошло, у них всегда был пример перед глазами». Чемпионаты среди пара олимпийцев, медали, спортивные звания и рекорды. Каждый раз, выходя на старт соревнований, Сергей Бурлаков совершает небольшую, но очень важную победу над собой. Сергей первым в мире пробежал марафон на протезах и обогнал 12 тысяч здоровых соперников. Сергей Бурлаков – чемпион мира по паре карате. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннесса. «Человек, имеющий инвалидность, это не говорит о том, что он какой-то особенный человек. Ну нет, у него там лапки или еще чего-то, неважно. Он такой же человек, со своими тараканами, со своими плюсами и минусами. Он просто чуть-чуть другой. Но мы же все разные, поэтому все равны». Помимо спортивных побед, Сергей Бурлаков достиг результатов и в общественной жизни. Он стал инициатором создания и президентом Федерации физкультуры и спорта среди инвалидов. А зимой этого года Сергей вошел в состав Общественной палаты России. «Люди, чтобы нашли в себе себя в себе и стали социальными людьми, которые приносили бы пользу городу, в котором они живут». Большое интервью с известным российским спортсменом смотрите 14 мая в программе «Актуальное интервью» на канале 16. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Здесь не будет оценок рейтинга работы победителей. Диктант победы – это возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Акция прошла по всей стране в преддверии Великого праздника 9 мая. «Цель диктанта – это в первую очередь, чтобы вы продемонстрировали свои знания в тех ключевых моментах Великой Отечественной войны, чтобы вы помнили об этих ключевых моментах». За партой аудитории Саровского физико-технического института сели школьники, студенты, сотрудники ядерного центра, приглашенные гости, представители городской думы и администрации. Некоторым удалось справиться с заданиями диктанта быстрее, чем за 45 минут отведенного времени. «Моего возраста люди, я думаю, что должны легко с этим справиться, понимаете, все-таки же мы это еще переживали, и нам это знакомо, и по участникам этих событий, понимаете, и в школе мы все это детально, можно сказать, это проработали, то есть это часть нашей жизни». Тема Великой Отечественной войны интересовала Василия Яицкого с самого детства. Он изучил множество книг и энциклопедий, провел огромное количество времени в библиотеке в поисках новых исторических фактов. Потом получил образование историк и даже преподавал историю Отечества. «Особенно партизанское движение – это вот та тематика, которая меня очень волновала. Кстати, был вопрос о рейде Капака, такой знаменитый рейд, на который, конечно, удалось с легкостью ответить. Практически все вопросы, конечно, для меня не составили труда». После того, как станут известны результаты диктанта, кому-то придется взять в руки справочник по истории и восполнить пробелы в знаниях. Ну а кто-то в очередной раз сможет убедиться, что не зря учил в школе множество дат и фамилий, сохраняя тем самым память поколений. «Важно эту память передать, важна преемственность поколений. И наши дети должны понимать, что было в той войне важного, что было ключевого, кто возглавлял то движение и на фронте, и в тылу». Вопросы диктанта Победы держались в секрете до последнего момента. Организаторы подготовили три варианта заданий. Первые два для тех, кто будет писать диктант точно, в разных часовых поясах, и третий для онлайн-тестирования. «Это личная проверка данных, которые у тебя есть, твои собственные знания по истории, то, насколько ты уважаешь историю своего отечества, насколько хорошо ты ее знаешь, не для кого-то, а чисто для себя». Бланки ответов диктанта Победы отправятся в Москву, где их проверит специальная программа. Узнать свои результаты участники смогут после 12 июня на официальном сайте Всероссийской акции. Таря Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Каждый год накануне главного праздника страны 9 мая Дмитрий Иванович Крышко надевает свои медали и ордена и идет на встречу с теми, чьи судьба навсегда изменила война. Его самого звуки фашистских взрывов и выстрелов застали, когда ему едва исполнилось 16 лет. И еще будучи подростком, он получил свою первую награду. В оккупированной фашистами Воронежской области он помогал людям скрыться от обстрелов в подвалах и погребах. Сколько страшных рассказов было, сколько слез было, когда они в пути теряли детей, матерей, дети теряли. Теперь рассказывали, какие страшные вещи творят фашисты на оккупированной территории. Свидетели и участников тех страшных событий с каждым годом становится все меньше и чем дороже, каждый из них тем важнее услышать сегодня их истории с первых уст. Традиционно перед Днем Победы в Сарове проходит чествование ветеранов. В этот раз на встречу пришло всего чуть более 300 человек. Участники Великой Отечественной, узники концлагерей, труженики тыла, дети войны. Мы чтим память тех, кто погиб, и их имена высечены на стеле вечного огня. Мы чтим тех, кто пережил войну, победил, восстанавливал разрушенные хозяйства. Мы должны отдать должное и отдаем должное вам, ветеранам, за то, что вы патриотическим воспитанием воспитываете нашу молодежь. Для нас, для коллектива «Канал-16» это всегда особенный праздник. И мы каждый год, готовясь к этому празднику, делаем цикл передачи, называется «Бица Победы». И специальный выпуск 9 мая, в День Победы, пройдет у нас на канале «16». Вы можете сами его посмотреть. Там мы показываем тех самых ветеранов нашего города, которые прошли эту войну, показываем их воспоминания. Такие встречи – настоящий подарок для ветеранов. Это возможность собраться вместе, поделиться воспоминаниями, просто пообщаться. А особую атмосферу вечера создал хор Ивушки, исполнив песни и стихи военных лет. Должность обязывает ефрейтору Стулову всегда быть в гуще событий родной дивизии. Елена фотографирует все мероприятия, в которых принимают участие сотрудники Росгвардии на территории воинской части и за ее пределами. Затем отснятый материал она отправляет в Приволжский округ для размещения на сайте или в газете. Я фотографирую везде, всюду, целыми днями. В череде рабочих будней находится время и для творчества. Иногда кадры получаются особенными, с неповторимой атмосферой, в которых виден характер персонажей. Елена считает, что фотоконкурсы – это отличная возможность продемонстрировать свои творческие способности и показать жизнь сотрудников Росгвардии с различных сторон. Коллеги с пониманием относятся к ее работе и готовы в любой момент встать перед объективом. Хотя у меня должность небольшая и звание, но когда им говорит фотограф, что надо встать так, 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 и они выполняют. Фотоконкурс в объективе Росгвардии проводится второй раз. Количество номинаций представляет авторам простор для реализации творческих способностей. Кроме традиционных категорий портрета и пейзажа, участникам предлагается показать спортивное и патриотическое направление, а также увидеть в работе военных курьезные моменты. Жители города приглашают принять участие в номинации «Росгвардия глазами общества» и сфотографировать сотрудников на различных городских мероприятиях. Будет кто-то из наших винаслужащих принимает участие в проведении какой-то беседы в школе. Также наши винаслужащие будут принимать участие в параде, который будет проходить 9 мая на центральной площади города Саров. Работы нужно присылать на электронный адрес Саровской дивизии. Следует указать фамилию, имя, отчество и свои контакты. Все вопросы можно задать по телефону 5-28-08. Познакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте Росгвардии. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. В этом году отправить своего ребенка в лагерь «Березка» станет проще и дешевле. В оздоровительно-образовательном центре проводят несколько недель летних каникул дети с 6,5 до 15 лет. С 22 апреля по льготной стоимости, а именно за 5200 рублей, путевки смогут приобрести более 200 пап и мам, независимо от того, в какой организации нашего города они работают. Количество мест ограничено. Очередность будет определена по дате подачи заявления родителей с приложенным пакетом документов. Это копия паспорта родителя, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, справка из школы. Тем родителям, которые отправят своих детей в санаторно-оздоровительное лагеря Нижегородской области России, полагается компенсация части затрат на приобретение путевки. Специалисты Департамента по делам молодежи спорта рекомендуют написать заявление на возмещение потраченных денежных средств как можно раньше. В 2019 году размер данной компенсации составляет от 11 600 рублей до 13 300 рублей. Количество средств ограничено. Очередность получателей будет определена по дате подачи заявления родителей. Реестр детских отравительных лагерей размещен на сайте турцентр.рф.ру. Также можно обратиться за помощью в выборе лагеря к специалистам Департамента по делам молодежи и спорта. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Участникам на выставке «Собака плюс я» предстоит пройти несколько этапов, рассказать краткую характеристику породы, показать умение обращаться и общаться со своими питомцами, а также нарядить собак функциональные комбинезоны и тематические костюмы. Там же будут бесплатные конкурсы. Это конкурс «Ребенок и собака», в котором больше отсматриваться будет контакт ребенка с собакой. Возраст участника без разницы. Также мы готовим веселую эстафету. Тоже конкурсы разные, принять участие может любой. Что собака умеет, не важно. Просто веселая эстафета, в которой также будет лучшая команда выбираться и награждаться. На выставке зрители смогут увидеть показательное выступление собак из воинской части, полиции и ГОЧС. Также все желающие вместе с опытными инструкторами смогут испытать своих четвероногих друзей в цирковой дрессировке. Во-первых, это важно как для жителей и для людей, которые как любят животных, так и не любят животных, чтобы показать, какие они хорошие, красивые, воспитанные, а не только злые с зубами и кругом какают и писают. Потому что после нас на стадион может прийти каждый, когда закончится наше мероприятие, и посмотреть, какой чистый стадион. Хотя у участников у нас бывает 80 собак. Оценивать собак будут специалисты из Москвы. Победители получат призы и ценные подарки. Выставка «Собака плюс я» пройдет 19 мая на стадионе за детской спортивной школой. Начало регистрации участников в 11.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 903 040 88 60. Мероприятие рассчитано на лиц старше 12 лет. Ежегодные весенние соревнования по художественной гимнастике проводятся в нашем городе более 10 лет. И это открытое первенство, в котором, кроме местных, традиционно показывают свое мастерство спортсменки из других городов. Для юных гимнасток турнир «Весенние ласточки» – возможность повысить профессиональный уровень и показать, чему научились за время обучения. Название, как правило, связано с весной, с первыми цветами, с первыми листочками. Девочки, как ласточки, уходят показывать свое выступление. В открытом первенстве принимают участие девочки с 6 до 15 лет. Первыми на ковер выходят самые маленькие участницы соревнований. У некоторых из них за плечами всего полгода занятий. Под веселой мелодией детских песен они старательно выполняют гимнастические движения. Девочки должны продемонстрировать исполнение элементов, умение делать танцевальные дорожки, работу с предметом и умение двигаться красиво в музыку. Судейская коллегия оценивала выступление участниц в личном и командном зачете. Они отметили высокий уровень подготовки юных гимнасток в разных возрастных категориях. Мы же ездим на соревнования, которые проводятся в области и вне области, и выступаем, и тоже занимаем, бывают призовые места, и дети также сдают на разряды. Соревнования по художественной гимнастике всегда отличаются яркостью, а участницы – грациозностью и гибкостью. Поддержать юных спортсменок пришли родственники и друзья. Небольшая трибуна для зрителей не вместила всех желающих полюбоваться на выступления гимнасток, и многим пришлось стоять. Подопечные Владислава Родникова надевают заслуженные золотые медали городского этапа соревнований «Кожаный мяч». В прошлом году им удалось занять на турнире лишь последнее место. Год усиленных тренировок и работы с командой не прошел зря. На этот раз юные футболисты доказали, что они лучшие в своей возрастной группе. Футбол – это все. Это эмоции, и дисциплины, и тренировки, и старания, и воли к победе. Вообще, самое главное, чтобы ребенок, человек сам этого хотел. Если он не хочет, то ничего не будет. Главной целью турнира, как в советские годы, так и в наше время, была и остается популяризация дворового футбола. На городском этапе «Кожаного мяча» в этом году выступили 17 команд. Лучшие из лучших определялись после нескольких недель соревнований. Вы – будущее саровского и российского футбола. Ведь таланты вырастают из детского футбола. Даже достигнув зрелого возраста, я вспоминаю всегда детскую футбольную жизнь. Юные футболисты боролись за победу в турнире в четырех возрастных категориях. Команды играли по традиционной круговой системе. За победу судьи присуждали три очка, за ничью – одно, за поражение – ноль очков. Победители и призеры определялись по общей сумме набранных баллов. Когда много ребят участвуют, тогда формируется сильная сборная, потому что проходят хорошие отборы. Все ребята мотивированы, они смотрят, как другие участвуют, и также хотят побеждать и входить в состав сборной. В середине мая саровские футболисты отправятся на зональный этап турнира «Кожаный мяч» в Арзамас. Дарья Цепорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.